Здравствуйте. Как я могу услышать, Михаил Михайлович? Слушайте, пожалуйста, на связи. Это компания МФС в соц. Лиза Скания Кравченко и Лина Сергеевна. Это зависть разговора. Звоню вам по поводу вашей задолженности от компании «Право онлайн». Первоначальник кредитор был у вас МКК Академическая, ГКБ «Зенба» в Афрендале. Срок в расстройстве у вас составляет 141 день с суммой задолженности 19400. По требованию кредитора необходимо пройтись и глотар сегодня. Оплата поступает? Конечно. А вы скажите, пожалуйста, Михаил Михайлович, если вы не оплатите в длительный период и времени? Ну, просто денег не было. Сейчас вот появились. Сегодня пойду заплачу. Вы же позвонили мне. Значит, надо идти платить. Я понимаю, но учитывая тот факт, что в длительный период и времени не оплачивали, я же говорю, а сегодня пойду заплачу вам. Чего надо-то от меня, девушка? Пожелайте мне хорошего дня. Обновляем информацию для президтора. Михаил Михайлович, 19400. Через 100 будете оплачивать? Через твое очко, блядь, просранное буду оплачивать. Михаил Михайлович, 41 год. А ты думала, что курва, блядь, постаревшая позвонила, да, и люди побегут по твоим звонкам это оплачивать, да? Ну ты че, сдурела, блядь, у тебя че? У тебя там одна извилина, и то, блядь, по-моему, уже отсыхать начала, да? Извилина одна осталась, блядь, и ту хватило, чтобы на телефон только прыгнуть да попрошайничеством заниматься. Через очко твое буду оплачивать, дырявое, блядь. Слышишь, алло, старуха, блядь, иди на пенсию же отдыхай, блядь. Иди отдыхай на то, что заработала. Я не спрашиваю, каким образом вы, возможно, сегодня будете просить помощи у вашей мамы. Они нас наверняка вам поможут. Опять, блядь, травмированная мамка позвонила. У вас, блядь, какие-то все там мамками травмированные. Чуть что, блядь, сразу за мамку цепляться начинаетесь. Блядь, недовоспитанные, недолюбленные, недорощенные, поэтому и получились звонарями, да? На телефоне. Наверняка есть жена, есть, которые не знают. Блядь, блядь, сейчас сердечный приступ схватишь, иди, блядь, работу себе нормальную, найди. Хоть там сидишь, старуха, блядь. Ой, это кто не говорит, человек, который вообще без работы находит столько времени, да? Позорище, блядь, посмотри на ничего, лучше, что работа не смогла себе найти, да, сидишь там, блядь. Курва, блядь, постаревшая, посидевшая, яйца, блядь, наносившая. Пошла, блядь, на краю жизни, попрошайничеством заниматься. Да жила, молодец, блядь, хороший результат у тебя жизненный получился. Михаил Михайлович, вы же пытались там оформить процедуру банкротства. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-б. Проседуру банкротства и теперь. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-банкрот. Да ты не выговаривай такое сложное слово. У тебя это извилина там высыхает последнее. Вы же, чтобы вы пошли и начали работать. Ты не ускоряй время ее смерти слышать, блядь, успокойся. Или к живущикам пошли бы устроились. зачем ты мне свое мировоззрение бестолковая передаешь вообще лучше людей вздумала еще учить что ли ты сама на старость лет попрошайка пошла работаем мысли соответствующие грузчиком людей гонишь работать как ты свое мировоззрение то людям не передавай курва старая то кому кто тебя слушать то будет тебя на даже твои родственники слушать не буду ни хуя жулять его вот морозота сидит ваше именно сугубо личное дело где вы будете просить денежные средства закрыть в ближайший период времени возможно выявить инфекционной комиссии для составления акта а не оплаты составление акта блять и не оплатить что-то за бред несешь а боже мой аргументов достаток слышь старуха ты че реально не можешь себе работу нормально ты серьезно старая курва можно заплатить сотрудничать израильной службы судебных фриктов у меня вам рекомендует сотрудничать блять ебанутая нахуй не сотрудничать это как раз не называется сотрудничеством называется принудительным взысканием михаевич сотрудничать блять ебанутая нахуй михаил михаил михаевич вы возможно сегодня же пойдете именно просить помощи ты уже говорил с наш морозота чего тебе в жизни такое приключилось то что ты такой мрази то стало блять чуть обида какая-то внутренняя или чё в детстве тебя сильно обижали блять по голове что ли стукали или когда родили тебя вниз головой уронили выработал животное сидит ну тебя смотрю интеллекта до хера конечно не может из обыдки нахожь аж из ушей да иди нахуй отсюда ты общалась то не с тем человеком шмар ищи себя на youtube-канале илая юристы илья монарх в поиске youtube и сегодня же блять фу как не люблю таких сколько лет и уже блять на 40 50 лет уже старуха уже блять пришла попрошайничеством заниматься ну что ты будешь делать я не значу с людьми вообще происходит и сидят сидят вот это вот мама там папа у них игроки то обиженные родителями блин я понимаю что им это скриптах там пишут это скрипты хорошо изучил читал да но просто мне кажется что нормальному человеку такое читать даже не очень приятно даже если для него бежал писать ответы специалиста ну не знаю друзья ваше мнение естественно жду в комментариях пишите алюла татаря компания по банку радио депутатного регулирования меня желанного линия сергеевна никита александрович кого да слушаю ну когда вы мне отсосете я вам дату рождения здравствуйте мтс банк меня зовут моисей валяна алексеевна разговор записывается тассея михайловна это я это вы да звонок вам звонок вам поступил из управления по работе с задолженностью мтс банка на просроченной задолженности у вас находится кредит наличными на сумму 413 тысяч рублей на просроченной задолженности вы 75 дней 32 тысячи рублей у вас к оплате уточните а что случилось не берете на работе проблемы начались что-то стали прям зарплату сильно задерживать урезать поэтому просто на кредиты честно говоря не остается как давно это произошло последние месяца три уже на самом деле проблемы просто последние там деньги платила старалась а вот видите кончились деньги то что называется новые не поступают понимаете ну да задерживаю там урезают вообще на жизни остается стук на продукты только хватает там кварплату знаете заплатить там да в принципе все хорошо почему дополнительный доход не найдете ли работу не смените не знаю вы у нас это такого чпо заработку что ли какой-то я думал вы специалист из банка а вы видимо коуч по заработку инфо цыган но это странный вопрос женщина просто вы как специалист банка да звоните незнакомому человеку которого никогда не увидите не видели и спрашивайте я же не спрашиваю у вас какой у вас там не знаю размер груди например и какая у вас заработка в месяц знаете это как бы мой личная информация человек сам выбирает в дороге работать там искать ли ему подработки там или еще что-то если человек в россии не может до платить по кредитам то он просто берет проходит процедуру банкротства физических лиц освобождается от всех долгов что я и сделаю перспективе и как бы спить спокойно то есть грамотный специалист банка наверное предложил бы реструктуризацию рефинансирование банкротства рассмотреть мы отдел взыскания никакого банкротства мы не предлагаем вы день а вон взыскание на давайте взыскивайте взыскивайте здесь денежные средства на банкротство где берете у вашей мамы беру корректно пожалуйста разговаривайте я заговорил вас и мамы мамы беру смысле что некорректно чё взяли что она у меня есть ну у вас есть мама вы об этом даже не знаете от чего вы знаю откуда вы знаете можете мне две тысячи рублей две тысячи рублей можете не заплатить я вам скажу поэтому номер телефона переведите поэтому не надо обижаться не надо ребеночка себя строить не надо не обижайтесь если если вы задаете глупые вопросы и пытаетесь давить на человека до доминировать пытаетесь то вы получаете соответствующий ответ или вы думаете что если вы в Антони мне позадаете вопросы то я вдруг пойду и заплачу так что я вам с отказом от оплаты или не освобождаю вы идете от банков выездных сотрудников да не надо так со мной разговаривать отказ от оплаты вот и все вот так сразу надо было начинать вот все что вы можете звонали отказ от оплаты сами себе куда-то там зафиксировать и пойти дальше звонить вот все что вы можете это ваш весь максимум а я уже вам звонари много раз говорил но мало кто мой совет жалко слушает если бы вы с людьми по-человечески общались бы нормальному тоне у вас был бы больше здравствуйте но вы дурочки меня зовут Ямщикова Диана Руслановна ООО МКК центра финансгрупп разговор записывается Алла Леонтьевна это вы? да я Анна Леонтьевна звонок поступает по поводу вашей задолженности образованной по кредитному договору сейчас сумма задолженности составляет 27217 рублей данную сумму необходимо погасить блин вот и пользуйся роботами они сливают информацию о задолженности клиента вообще любому человеку пофигу там какой голос не голос мужской там женский в случае оплаты у вас есть шанс выбраться из данного круга где вы постоянно кому-то должны и вам звонят незнакомые номера с требованием вернуть долги лучше мы с вами найдем удобный вариант который устроит и вас и нас скажите от вас ожидать оплату в течение мы его найдем мы пройдем процедуру банкротства физических лиц и это тот вариант который скорее всего вас не очень устроит но нас точно друзья мои устроит да мы просто возьмем и спишем официально все долговые обязательства себе я вас поняла извините за беспокойство всего доброго о молодец я же говорю роботы они вот чем-то лучше живых людей они более понятливые они сразу слышат слово банкротства о все человек разумный он все он разобрался в ситуации мы тут с него больше не взыщем мы его обмануть не сможем все поехали дальше звонить пошли дальше дурочков искать которые не могут банально там на youtube заглянуть и разобраться достаточно простом вопросе потому что просроченные кредиты это достаточно легкий вопрос он на самом деле не сложно решается просто вот эти коллекторы взыскатели они зачем-то вот из этого из этой простой достаточно ситуации пытаются вот этот ореол какой-то сложности создать что все ваша жизнь кончена но потому что они манипулируют людьми да им нужно взыскивать долг потому что если человеку не названивать на мозги ему не капать он пойдет обратиться каким-нибудь юристом юристы помогут ему провести банкротства он спишет долги и все и кредитор останется ни с чем но кредиторов естественно это не устраивает поэтому вот в общем то и придумали вот эту вот сферу коллекторских вот этих звонков да одну не коллекторских просто звонков по взысканию и лапшу там на уши человеку вешают но потому что работает да потому что люди до сих пор еще некоторые друзья мои спасибо что досмотрели до конца надеюсь вам понравилось кому необходима помощь с банкротством физических лиц оптимизации долгов финансовая защита пожалуйста можете обращаться в мою юридическую компанию эллайн мы работаем абсолютно по всей российской федерации ссылки для связи с нами есть в описании к этому видео пишите звоните но я желаю вам удачи до новых встреч пока